Добрый день. Сегодняшняя тема стадион Вембли в Лондоне, который построен в 2007 году на месте старого стадиона. Он огромный, он в полтора раза больше колизея. Если колизей, длина колизея в самом большом месте около 190 метров, ну почти 200, то стадион Вембли это 300 метров. То есть колизей в две трети примерно. Но дело даже не в величине этого стадиона, потому что стадионы мы можем построить огромные. А основная задача в том, чтобы сделать этим стадионом крышу. Естественно древние амфитеатры, римские амфитеатры никакой крыши не имели. Плохую погоду просто представление не проводить. Но в современном мире стоит задача сделать комфортно для зрителей и сделать так, чтобы никакая погода, никакие мероприятия не срывала. Естественно огромный стадион перекрыть достаточно сложно. И если в середине 20 века сумели решить проблему перекрытия небольших стадионов, хоккейных стадионов, то футбольные поля это обычная проблема. Как же сделать так, чтобы можно было смотреть футбол в плохую погоду и при этом, чтобы было сухо. И вот стадион Вембли это один из стадионов, который сумел решить эту проблему. Это один из самых больших стадионов мира. Более того, они не просто сделали крышу над огромным стадионом, они эту крышу сделали выдвигающуюся, снимающуюся, для того, чтобы трава на стадионе тоже могла получать солнышко. Плюс все это осушать, вентилировать, прогревать солнцем. То есть крыша может сдвигаться и открываться. В хорошую погоду частично крыша отходит с южной стороны. Как же держится такая крыша? Потому что крыша около 300 метров, как я уже сказала. И эта крыша держится на одной огромной арке, на которой уже подвязаны тросы, которые позволяют удерживать эти пластины, подвижные пластины. Вот эта вот арка самая большая напролетная конструкция в мире. То есть самая большая с места на место из внешних конструкций. Есть еще подвесные, более большие. Но из таких это самый большой пролет такой арки. 315 метров. И на этой арке уже висит вся крыша. Более того, в этой арке, там, видите, можно присмотреться и увидеть, там внутри идут прожектора по всей арке. И она в темноте светится. То есть у нее еще есть вторая функция. Это быть таким ориентиром, чтобы вечером, когда болельщики идут на стадион, прекрасно его видели. Если вот летящаяся арка вот так вот в Лондоне красиво располагает. Ну, это, наверное, главное, что надо рассказать. Крышу спроектировал Норман Фостер. Это была его идея. Хотя, конечно, разработку, подсчеты ввели несколько фирм. Не только его фирма. Еще несколько фирм делили строительство. Часть делали арки, часть делали кровлю. Поэтому очень трудно сказать точно, кто архитектор. А то очень много людей работало. Но главное это то, что современный мир, 21 век, решил проблему перекрытия стадионов. Это очень глобальная задача, к которой мы шли очень долго. Человечество шло очень долго. Спасибо за внимание.